Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на подъезде к Суко. Мы проехали в Арваровку и остановились в районе базы отдыха Шингари. Здесь снесли строения большущие, но не все, то есть какие-то еще остались. Какое-то функционирование у этих территорий я не вижу, возможно, будут перестроения у этих территорий, так как они ушли к новому владельцу. Сюда добраться можно на 109 маршруте и сегодня, помимо всего того, что поговорим о разрушенных местах, мы поговорим о красивых морях, горах и великолепный пляж Шингари. Машин здесь припаковано довольно-таки много, вот у нас сама база. И сюда я приехал, поставил машину вдоль дороги напакованных. Здесь есть и другие базы сверху, она, кстати, довольно-таки не старая, но функционирует. Есть проход к морю, кстати, отсюда, и вот там вдоль забора люди прогуливаются к пляжу. Но меня интересует другой, более значимый проход, это который вот там, возле Анаполиса находится. Сейчас, на 23 августа 2023 года, я спокойно нашел себе местечко для парковки, поставил машинку и прогуливаюсь к морю. Там стоит шлагбаум, то есть вес на территорию пляжа платный 100%. Раньше здесь было все в виноградниках. Я не знаю, правда, к какому именно заводу относилось, к Варваровскому, или который там в Суко находился, но была красота и чистота. Сейчас, как вы понимаете, виноград невыгодно здесь стало выращивать. И такие вот заброшенные территории с надеждой на дальнейшую застройку. Ну вот, я думаю, Анаполиса стоят дубы, растут. Вокруг меня можжевельников очень много. Ну и довольно-таки оживленная трасса. Здесь люди едут в Суко и на Большой Утрич. Дорога это одна, других путей к большому сожалению нет. Народ паркуется гораздо ближе к этому спуску, а потом уже идут вниз. Место здесь нащикарнейшее просто для того, чтобы приезжать искупаться. Людей немного, потому что не все хотят платить либо идти пешком, и можно уйти вправо, либо влево и занять абсолютно свободные места на каменных пляжах. Я в этом году был в начале сезона здесь. Ну и вот сейчас мы прогуляемся. Потом я еще и с трансляцией пройду по всем этим пляжам. Посмотрю, что там и как происходит. Здесь есть еще одно очень знаковое место. Мы к нему сейчас с вами пройдем. Собственно, для подъезда к нему здесь и организована вот эта фарковочка. Называется это памятник Калинину. Вот машинки подъезжают, оплачивают некий дисконт. Сейчас мы попробуем. Проход свободный, только проезд за денежком. Потом заезжают уже на территорию. Это самого пляжа. Туда вот так вот вниз дорога. В принципе, ее увидим. А там парень уснул, который сидит на билетах, поэтому работа кипит вялом. Гибискус продолжает цветение. Как Людмила Владимировна рассказывала, что пока цветет гибискус, есть возможность увидеть лотосы. Так что, если что, можете поехать посмотреть уже. Вот-вот отсветет. И спускаемся вниз по вот этой вот аллее. И можем увидеть памятник Калинину. С надписями о подвиге. Ничто не забыто, никто не забыт. Как эти слова сейчас по-новому в рамках СО звучат, друзья. Сколько сейчас среди нас тех гондурасов, которые уже воруют медали, там избивают, издеваются над ветеранами СВО. И как это вот прийти к моему вообще просто душевному равновесию. Учитесь своих детей, чтобы помнили, как мы когда-то победили фашизм. И надеюсь, что в этот раз победа будет за нами. А другого нет. Либо мы, либо нас. Смотрим памятник Калинину. В этом году его немножко отреставрировали. Тут осыпалась штукатурочка. Место обязательно посещению. Особенно, если вы приезжаете сюда с детьми. Расскажите им эту историю. Не буду читать и говорить. Скажу, что это подвиг Великой Отечественной войны. Потому что здесь все написано. Придете, расскажете. Ну, такой вот мурал. Единственное жалее. В этом году, буквально недавно, мы могли встретиться с Ольгой Кимовной. Она приезжала к нам и хотели рассказать вам, краски, про памятники Калинина. Но в тот день, когда назначена была встреча, мне пришлось остаться с дочерью. Она приболела. И мы не смогли встретиться. Очень жаль. Потому что Ольга Кимовна величайший экскурсовод. Ей огромнейший привет. В этом домике с вас просят 500 рублей. Выезжать нельзя, если выехал заново. 500 рублей за машинку. Ну, зато вы сможете не тащить свое бренное тело. Ногами сначала вниз, потом вверх. Здесь, кстати, продолжается стройка. Новые здания вводят в Анаполисе. На вот таких вот территориях, в которых произрастают наши великолепнейшие можжевельники. Мне как рассказывали, говорят, а там не было можжевельников. Блин, вот если бы не был геодезистом, я бы, наверное, так и сказал. Что, возможно, ребята там среди можжевельников разместились. Ну, нет. Они там были. Я здесь лично делал это по съемку. Хотели даже вот на том склоне умудриться среди можжевельников разместить базу отдыха. Но не случилось. Пока. Потому что я думаю, что в дальнейшем все изменится. Тут очень много моих подписчиков. Прикупились все квартиры. Отдыхают, кайфуют, наслаждаются. Но ходят легенды о том, что отсюда напорная канализация качает что-то в суку. А также подозрительная канализация закладывалась. У меня даже есть на видео. Туда, к речке, к спуску. Ну, вот мы все интересуемся вопросом. Куда же все-таки после их очистных стекает вода? Ну, в России обычно в ближайшую реку. Хотя по закону надо несколько километров выпуск делать в море. Выпуска я не видел, как здесь сделали. Поэтому одни большие вопросы. То есть есть шанс примерно такой, что выходя из своего апартамента, нажимая на спуск в унитазе, дойдя до моря, можно встретиться с водичкой. Ну, уже очищенной. В море. Вот как-то так. Это юмор может быть. Но в каждой шутке есть доля шутки. Постепенно спускаемся вниз. Дорога здесь, честно, великолепная. Раньше просто была грунтовка насыпная. Сейчас вот так вот. Я очень сильно боролся всегда вот с этими шлагбаумами. Сейчас не имею даже желания этого делать. Особенно на фоне того, что сейчас происходит в большом утрише на автокемпинге жара. Там сняли шлагбаум и все утонуло нахрен мусор. Потому что без денег никто не хочет ни уборки делать. А люди у нас привыкли. Раз они приехали на море, кто-то должен убирать. Администрация не имеет ресурсов для того, чтобы это делать и контролировать это. Мы перед сезоном наводили там порядок собственными руками. Количество, например, 50 человек приводили всю эту территорию в порядок. Хотя кемпинг жара убирали те ребята, которые там и занимались бизнесом. В общем, вот такая вот фигня происходит. Бесплатно, значит, наше все засирает. Вот в большом сожалению, ребята. Констатирую факты, видео подтверждение, как это делают люди, приезжая на машинах и оставляя пакеты. У нас есть телеграм-каналь, на который я вас советую подписаться. Ну, собственно, мы спустились к речке. Направо идет как раз-таки дорога в этот ЖК, перекрытая полностью. Хотя вот интересно, могут ли вдоль реки проход перекрывать? Ну, это тоже вопросы, вопросы, вопросы. У меня их постоянно очень много. Здесь можете увидеть, как выглядят долины этой реки. Она все-таки пришла в русло сюда. Помню, как только это все сделали, она, бац, в стороне текла. Ну, и вот эти дома, 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 дома. Закрытая такая какая-то территория, все остальное. Ну, просто никто не спрашивал, можно или нельзя. Раньше это место было популярно. Сюда приезжали, в том числе и вот туда, в тенек. Люди приходили с мангальчиками, жарились. Еще швычок отдыхали по полной программе. Сейчас машин, как вы видите, стало меньше. Не все готовы по пятихатке платить, чтобы туда проезжать. А места-то, на самом деле, какие шикарные. Можжевелка вокруг вас, воздух обеззараженный. Ты идешь, слушаешь теперь только шум леса. Ну, эти там места-то же какие-то среди этих деревьев. Все, ну, просто великолепно. И очень красиво. Мне нравится. Бывает в таких местах, не чуждаю себя ходить. Ногами, пешочком. Мне кажется, это гораздо более полезно, чем если бы мы съехали на машине. Да, тяжелее, да, в жару еще тяжелее. Но вы прошли, прокачали свой организм, свои ноги. И сделали для него гораздо более полезную тренировку. Дыша морским воздухом, который фитонцидами можжевельника перенасыщен. И это невероятно круто. Что думаете? Пишите, ребята. Тут мы встречаем первую парковочную зону, на которой можно оставить свой автомобиль, если вы там заплатили. То есть, если там впереди будет все занято, то машина паркуется именно здесь. Тем, кому хватает места, проезжает еще немного дальше. Ну, как видите, сезон к завершению. Время у нас хоть и почти 10 утра. Машин здесь не так уж и много. Этим и славится это место. Впереди мы видим староживой корабль стоит, который бережет южный поток. В принципе, нас охраняет. Дай бог, чтобы у него все было хорошо. Мы на это, по крайней мере, ну, очень сильно надеемся. Кто-то паркуется так, кто-то по обочинке, мечтая подъехать как можно ближе непосредственно к морюшку. А сегодня никаких ограничений здесь нет. Здесь тропа по верху горы ведет она к ласточкиным гнездам в Анапу. Если есть время, советую к прогулке. Я, на самом деле, мечтаю, что в этом году я этот прогулочный маршрут покрою и отсниму вам. Ну, прям думаю об этом. Надеюсь, что все получится. Здесь мы заходим в водоохранку. Чем раньше грасил вот эта надпись, которая, типа, испарилась, исчезла. Ну, а про канализацию, которую я вам рассказывал, вот куда-то сюда приходили трубы. Может быть, это напорный коллектор, который тоже качает туда в сторону. Туалет здесь, как видите, есть, работает, есть переделки. Туалет бесплатный. С правой стороны имеется бар, кафе, в котором можно поесть. Прям с нереально классным видом на море. Давайте мы сюда подвинемся, потому что я здесь был в тот момент, когда это вообще ничего не работало. Ну, пошли, взяли еды или не работает. Как-то по виду вроде там еда стоит, но функционирует или нет, не знаю. Ну, и, собственно, вид на сам пляж очень горит. С другой стороны новый дайв-центр здесь построили взамен сгоревшего. Ну, кто-то даже палаточки ставит. И вот, как я и говорю, маршрут есть. Вдоль забора можно спуститься, то есть не обязательно здесь идти. Пляж людьми заполнен не на 100%. О, здесь даже мангал от кафе работает. Ну, такой вот отдых. Если кто-то говорит, что там мы любим ездить куда-то на дикые пляжи Геленджикава, там или еще кого-то, в Анапе у вас этого нет, то вы ошибаетесь. В Анапе все это тоже есть, причем в доступе. Так же самое. Приезжайте, отдыхайте и купайте в чистом море, с маской, с ластами. Здесь очень много подбухов, которые охотятся на рыбок. И вот это побережье, если не ошибаюсь, ну, прям много километров в сторону. Как видите, люди здесь кончились, и дальше пошла пустота. Места для вас, для вашего, как говорится, дикого, прекрасного отдыха, дорогие друзья. Есть желание, приезжайте, наслаждайтесь, получайте максимум удовольствия от всего этого. Как же там о встрече с чем-либо попадающим в реку, ведь река не впадает, ну, вот он оттуда идет и сквозь камушки просачивается там в море. Так что левее, правее от любой реки, будет более чистое, беззаражное море, дорогие мои. Вот так я пришел и восхищаюсь этим местом. Давайте спустимся к морю, узнаем все тут по ценам на лежачки. Вот бетонки здесь, друзья, до самого пляжа, такой шикарнейший настил есть. Слушайте, ну, вот такой труднодоступный вроде бы пляж, но насколько он благоустроенный. То есть все условия есть. Даже не хватает, наверное, только может какой-то ногомойки, душ, дополнительный удовольствия. А так все просто великолепно. Лендыш из лазы здесь по 300 рублей. А еще и браслеты дают, которые надо будет носить с 8 до 8 вечера. Давайте немножечко пройдемся сюда, в правую сторону, глянем на этот пляжик, как он выглядит. То есть здесь расчищенная территория дач, тут есть и волны, кто любит тихий отдых без никого. Гуляем в ту сторону, наслаждаемся морешком. Зонтики, море. Единственный заход здесь надо все-таки коралки, потому что большие плиты и камни здесь довольно-таки скользкие. Но зато море чистое, невероятное, красивое и людей не так уж и не надо. Просто в один рядочек через несколько метров друг от друга отдыхающие. Там, где в центре речка впадает, здесь людей побольше. Не так всегда бывает. Странно, почему народ такие вот форматы убирает. Я когда-нибудь сниму обзор, честно, на САПС, буду тоже его везде таскать и кататься с вами. Это как бы зимнее время, у меня и гидрач есть, так что я сильно не расстраиваюсь. Вот, кстати, та самая речушка, которая сквозь камушки впадает непосредственно в море. А это дайв-центр. Будем надеяться, что больше пожаров мы на этих пляжах не увидим, хотя пусть мы все убрали. Впоследствий я никаких не вижу. Есть прокаты тоже здесь из САПС. В среднем это 5-х в час идет от пищи. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Как зовут? Откуда вы? Светлана из Казань. Как он тут отдыхается? Все отлично. Все хорошо. Единственное, что вот, конечно, очень каменистый, но с другой стороны тогда море чистое, когда дайв-центр. Да, у нас уже начало цвести там местами. Но есть еще чистое, да. Значит, можно. Так, раз, на вас. А где отдыхаете? В Анаполисе. Почемку, снимаете или своя квартира? Нет, нет, не своя. Снимаем сутки 450, ой, 4 500 на 4. Довольна? Да, неплохо. Нет такого, что там инфраструктуры, не хватает развлечений. С парковками проблема. И все стоят на дороге, да? Уже и на дорожки, и на тротуарах могут поставить. Но мест не хватает реально. Мы вот даже лишний раз не хотим машин, дронов, потому что потом... Хорошо припарковались. Да, припарковались и лучше на автобусе. Понял, ладно, вам хорошего отдыха. Спасибо, что смотрите. Спасибо. Всего самого хорошего. До свидания. Здесь мы видим, что реализованы такие вот заходы с помощью мешков с камушками, чтобы пройти вот эти скользкие камни. Ну и то, что нам сказала подписчица, что немножко неудобно. Здесь видите, галечка, а там дальше баллы, на которых неудобно особо ходить. Афрокосички, помимо САПов, здесь также предлагают. И бар. Бар тут прям очередь стоит. Люди за напитками пришли. Ну, собственно, хорошо. Хорошего отдыха. Великолепных эмоций с тем, кто здесь бывает. Аренда сезон газа 300. Еще одна теневая зона. Слушайте, в ту сторону прям неожиданно много людей. Я все-таки не думал, что здесь их столько будет. Как-то поменьше. Хотя, в связи, летом здесь ни разу не был. Именно прям, чтобы приехать во время пляжного сезона. Но все равно это меньше, чем на каких-либо других наших центральных пляжах. А вы как считаете? Или дышите обязательно, как вам такой отдых? Если возьмете тапочки-коралочки, в принципе, как во многих городах, где у нас каменное побережье, галличные пляжи, то там люди уже к ним привыкли. И будете себя чувствовать прям очень хорошо. Я в этом даже уверен. Я единственное, все-таки бы куда-нибудь ушел от всех, чтобы отдыхать в более удивленных местах. Тем более здесь такая возможность присутствует. Какую красоту сделали. Камушков понаставили, наверное. Для кого-то они что-то значат. Без вещами выливают. Красота. Ну вот мы идем, где грязный, ни одной нету. То есть территория полностью убрана. Вот за это я говорю, да? Что берут деньги, но соблюдают чистоту, но будут в порядке. То есть если будет где-то грязный, можно прийти спросить, а что вы деньги берете? А когда никто ничего не берет, тогда и спрашивать. Не за что. Здесь вход на территорию Шингари вообще заводили. Раньше там такая красивая беседка сверху была. Сейчас уже не осталось ничего. Камера переодевается, к сожалению, ребятки. Ну, ничего страшного. Прорвемся, как говорится. Я хочу дойти до конца этого пляжа и там пойти занырнуть. Вместе с вами рецепт ставить. Здравствуйте. Как отдыхаются? На полно. Почти одни на пляже, да? Идеально. Здравствуйте. Отличный отдых, ребят. Спасибо, айбал. Спасибо. Вот так вот. Воронежской области. Смотрите, как город называется. У меня там родственников много живет. Город? Да. Воронежская область, он сказал, а село как? Воронеж. Воронеж. Хорошего отдыха, ребят. Спасибо. Под этими каменными грядами все-таки отдыхать надо осторожнее. Возможно, обвалы. Но вот еще дальше прохожу. И здесь прямо начинается такая пустота. Людей практически нету. Только отдых, море, увы. Люди ставят даже палатки, приезжая сюда на целый день. Здесь прямо галечный пляж. Даже вот, я говорю, камни-камни. Такое тело пляжа великолепное. Не могу понять людей, которые пришли и упали где-то, где пришли. Тут, конечно, нет благоустройства уже, потому что доходит сюда мало людей. Но тоже все очень классно. Крайне верю мне. Прям импонирует на глубине души. А я, собственно, вот нашел всю скамеечку бесплатную. Туда я пойду. Также вот сделаны такие места людьми. Лобное место. Такое вот назвал. Столб, мангал. Где посидеть и даже есть скамеечка. На ней мы сейчас и расположимся. Пойдем, занырнем. Уф, море. В общем, такое себе. Я на солнышке сижу, на скамеечке. И не жужжу. Потому что здесь прекрасно, классно и невероятно. Даже я как-то уселся и раздеваться, купаться пока еще не хочется. Но мы сейчас идем. Пора замерять температуру. Воздух 32 показывает. Да, по прогнозу. О, что-то опускается над морем. По прогнозу сегодня меньше. Воздух по температуре шикарно. По прожащности невероятное. По-моему, все очень-очень круто. Мне все будет хорошо. Температура водички 26. Шикарно. 30. Голово, воздух, 26 водичка. Не хватает только меня в море. Вместе с вами пойдем. Самое интересное, я думаю, вам показать, какой здесь заход. Если там конкретно не будет проблемой, там идет прям речка, то здесь уже чуть длиннее основного цифрального пляжа, заход моря просто великолепно. Можно здесь, а не сразу. Так что, на крещаных пляжах идем по колям. Но вот какая кристально чистая, прозрачная водичка. Ладно, не будем тянуть. А там поплыть. Ладно, не будем тянуть. Вот уже и по шее. Субтитры сделал DimaTorzok. В нем ... Да, у gesprochen. Фаосфорди. С вами имею море, с которого не хочется вылазить Мы передаем вам всем привет! Ребята, всем кто устал, я не с вами. У нас здесь все хорошо. Это Анапа. Тимовий сезон кончается и начинается наша пора путешествий, походов и всего остального. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь из Яндекс.Дзен. Буду благодарен. Также буду вас ждать в контакте, в группе везде Юрий Азаровский через поиск и нас никто не забанит. Будем всегда вместе, а мы в скором времени отправляемся в Абхазию. Идею, что до этого времени остается очень мало. С другой стороны, это не раньше середины сентября, наверное. Может быть, раньше. Вот как когда псих ханул. Абхазия 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 Продолжение следует...